Всем привет, мои хорошие! С вами Геймли. И сегодня мы с вами будем, как вы думаете, что делать? Конечно же, кушать! Мне сегодня захотелось чего-то вкусненького. Я никак не могла определиться, чего именно я хочу. Мне захотелось и пиццы, и роллов. Я заказала роллы, пока они ехали. Приготовила пиццу. Пицца тоже очень интересная. Вот такие вот миниатюрные. Для разнообразия решила сделать такой формы. Здесь у нас фанта. Я, кстати, ждала долго, пока выгонит солнышко. Хотя встала сегодня рано. Но, оказывается, сегодня солнышко ждать не стоит. Сегодня пасмурная погода. Льет, как из ведра. Возможно, вам даже слышно вот эти посторонние звуки, которые на улице. В общем, мне бы в идеале нужна комната, где будет идеальная шумоизоляция. Хотя вы все равно не чувствуете. Но я чувствую, когда я монтирую, что есть посторонние шумы. Особенно, когда на улице дождик. Прямо это слышно. Давайте приступим. Так, с чего начнем? Хочется начать с роллов. Я увидела, как кушает васаби мой друг детства. Я просто офигела. Решила тоже немножко его добавлять все-таки. Я не любитель острого. Так, могу, конечно, чуть-чуть что-то поесть. Но мой желудок потом мне спасибо за это не скажет. Ролл был просто огромный. Давайте еще попробуем вот такой. Многие уже пишут мне в инстаграм, что я лентяйка, не снимаю контент. Совсем уже обленилась. На самом деле не так. Я вам уже говорила, что я снимаю на запас. Скоро приедет моя двоюродная сестра. И мне надо подготовить 10-12 роликов, которые будут выходить в момент, когда она будет здесь. Чтобы не снимать мукбанки одной. Поэтому я работаю. Просто вы этого не видите. Если честно, эти ролики снимать намного сложнее. Потому что я не знаю, что говорить. То есть рассказывать, что происходит сейчас нет смысла. Потому что эти видео выйдут потом. Когда пройдет уже месяц, например. И эта информация уже будет неактуальна. А говорить на какие-то общие темы. Я даже не знаю, на какие. Но я все равно снимаю, оставляю. Так что ждите видео из прошлого. Мы позавчера заказали прихожую. Сначала хотели взять готовый вариант. Но, к сожалению, готовые варианты не подходили под наши параметры. Поэтому пришлось заказать. То есть на заказ. Приехал дизайнер. Я показала то, что я хочу. У нас будет прихожая вот такая. Что-то наподобие. Хотела заказать у человека, который делал кухню в мою квартиру. Потому что я осталась очень довольна. Но, к сожалению, не нашла его номер телефона. А он теперь работает немножко в другом месте. Туда ехать тоже было неохота. Поэтому я не стала заморачиваться. Просто взяла любого специалиста в этой сфере и заказала. Прихожая у нас недорогая получилась. Но в то же самое время, мне кажется, она должна получиться очень стильной. Не знаю, насколько эта прихожая будет сочетаться вообще с нашей квартирой. Но, в общем, она мне нравится. Еще мы заказали пуфик. Еще у нас возникла такая проблема. В общем, мы хотели двери, которые вот так вот открываются. А эти двери, когда они открываются, получается, что они задевают нашу люстру. Поэтому нужно было либо поменять люстру, либо сделать другие двери, которые вот так катаются. Мне не хотелось такое. Поэтому мы решили поменять еще и люстру. Ну, ладно, я думаю, там люстра сколько будет стоить. Возьмем что-то новое. Другое, что подойдет. Вообще, когда заказываешь мебель, ты рассчитываешь вообще на одну сумму. А потом, там, например, такие ручки я не хочу. Я хочу другие ручки. А эти ручки, например, дорогие. Или ты хочешь не такой механизм, а что просто пальцем так нажала, открывалась и так далее. Уже цена сразу потихоньку и потихоньку возрастает. Еще плюс я хочу зеркало с подсветкой. Ну, как я. Мы с мамой решили, что так будет лучше, так будет красивее. Обещали, что в течение 20 дней привезут и установят. Надеюсь, что так оно и будет. Потому что мы заплатили только предоплату. То есть, мы не заплатили полную сумму. А когда полную сумму ты не платишь, у них появляется очень крутой мотив закончить все быстрее сроком. Роллы настолько вкусные, что даже до пиццы еще руки не дошли. В общем, прихожую надо было уже давно заказать. Но мне почему-то кажется, что в этой квартире не стоит ничего менять. Мне кажется, эту квартиру просто надо сдать и купить новую. Даже можно в кредит. А эту сдать. Но мама говорит, что нет. Поэтому все-таки заказали. И у нас получилось что-то наподобие вот этого. Не совсем прям так, но очень похоже. Пишите, как вам такой дизайн. Мне кажется, очень сейчас современно, модно, молодежно. У меня у брата дома они сделали просто белую. И смотрится красиво. Какая вкусная пицца. После того, как я научилась делать офигенное тесто для пиццы, я поняла, что вообще пиццу не надо заказывать. Потому что, когда ты заказываешь пиццу, не знаю, почему именно у нас в пиццариях очень мало ингредиентов добавляют сверху. Зачем они это делают? Ну, конечно, наверное, для экономии. Но мне нравится, когда всего очень много. И колбаски, и помидорок, и оливок, и сыра. Один раз в пиццерии. На торговой не буду называть пиццерию. Потому что сейчас там не так. Когда я в универе училась на первом курсе, я просто офигела, когда мне принесли пиццу. Очень знаменитая пиццерия рядом с Макдональдсом на торговой. И, в общем, нам принесли пиццу. И там просто ничего не было сверху. Там был какой-то соус, пару помидорок и сыр. Да, это была маргарита, но... Это выглядело просто как нечто. Но еще плюс нам принесли кетчуп, что типа поливай и кушай, и заткнись. Поэтому все-таки пиццу лучше готовить дома. Такой пиццы, например, два кусочка съешь, уже наедаешься. А в пиццерии не так. По крайней мере, я не наедаюсь. Я люблю прям брать хорошие сосисочки. Хорошего качества. В общем, скоро приедет еще двоюродная сестра. Поэтому... Я их вчера и сегодня думаю, что бы прикупить. Мы просто будем снимать видео обмен подарками. Надо купить мелочи и всего побольше. Я, наверное, во влогах буду вам показывать то, что я купила. Я просто не буду говорить, что это я купила для видео обмен подарками. Или лучше вообще не показывать. Как вы думаете? Потому что вчера я кое-что прикупила. Сегодня тоже собираюсь. Точнее, собиралась. На улице дождик. Прям не хочется из дома выходить. Еще я сейчас нажрусь. Вообще лягу спать. Прикиньте, че. В последнее время чуть меньше стало мукбанки снимать. У меня сразу вес падает. На мне не подходит быть худой. Чуть-чуть, например, в жизни что-то не то идет. Я там расстроюсь и так далее. Все, у меня нет аппетита. И у меня моментально просто минус 2 килограмма. Один день, например, я нормально не поела. Очень сильно падает вес. А я не хочу худеть. И наоборот хочу немножко набрать. Совсем как доска. Это тоже некрасиво. О, что я хочу снять. О, что-то нет. О, что-то я говорил. О, что-то я говорю. очень вкусно, честно я прям обожралась напишите, пожалуйста в комментариях, как вам с искусственным освещением нравится или все-таки с естественным лучше мне вот, например, не нравится потому что лицо выглядит как-то некрасиво но с другой стороны, вроде как, картинка яркая не каждое освещение мне подходит вообще, на самом деле я уже как-то приноровилась при дневном свете снимать я прям так в инстаграме увезла видео как девушка и парень на свидание в общем, она не может кушать палками и она делает вид, что она ест палочками это так смешно смотрелось вообще, я думаю, что в начале отношений не надо строить из себя хорошего надо показывать себя таким, каким ты являешься потому что все равно со временем ты не сможешь скрывать свое нутро в общем, как-то так я, честно, наелась было невероятно просто вкусно ссылочкам обязательно оставлю на тесто для такой пиццы сверху можете все, что угодно посыпать самое главное, тесто ссылочка будет внизу уверена, что вам понравится на этом все всех люблю с вами была Айка пока